доброго времени суток друзья у нас 10 мая у нас похолодало наверно градусов 10 температура я вот видите уже в ветровке ну вроде бы будет 15 днем ночь прошла спокойно утро спокойно две тревоги всего было одна ночью и другая под утро последнее время тревогой стали как бы длинные такие час-два до трех часов по-разному сегодня будем выдвигаться в город давно не выезжал ну по работе естественно по работе все посмотрю что творится на дорогах как там обстоят дела с бензином не просто самому интересно поэтому наверно слеплю весь ролик сразу и посмотрим все вместе погнали друзья наблюдаю что машин очень мало на проспекте у нас тут не знаю почему может это связано с тем что нет наличие бензина или не для всех он есть вот не знаю стоит очередь на заправку 92 бензин есть 92 указана цена 37 74 38 гривен он очередь стоит на заправочную станцию другого бензина никакого нет диз топлива тоже нет и газа нет ну как то вот так хотя раньше немножко буквально вот недавно не было здесь бензина очередь большая очень большая очередь осмотрю посмотрим что дальше на другой заправке что будет мне просто самому интересно еду по петрозаводской вообще пустая никогда не было эта дорога пустая но всегда тут плотное движение не могу понять действительно что ли с бензином связано хотя вот уже есть вот там били немножко ну вообще процентов на на сколько процента на 40 машин стало меньше на это там где я сейчас езжу я не могу сказать за правый берег там некоторых местах да это тоже я сейчас только увидел пока мне предположение такое но меня просто удивляет что 9 часов утра обычно в это время ну реально ну реально толкучка везде пробки сейчас я еду спокойно вообще я блин в шоке я не знаю видного заднее стекло смотрите вот так даже машин за мной особо нет сейчас будет заправка покажу вам что на ней творится итак внимание друзья потому что я тут тормозить не буду бензина нет никакого абсолютно аз 3499 ну собственно вот такие вот дела пешехода надо пропускать все равно у нас красный а он не работает светофор не работает ну вот такие вот дела друзья все спасибо всем пока пишите свои комментарии что вы думаете по этому поводу где кто в каком регионе находится напишите как у вас бензином я приблизительно тоже понимаю мне звонят допустим человек с полтавы звонил горит у нас по 80 гривен бензин не везде есть но цена 80 гривен хочешь не хочешь как хочешь тут мы я только что увидел на табло 37 не факт что его отпускают именно может там люди именно те же по талонах а талон можно купить там по 42 я такое слышу то есть уверен что меня смотрят тоже люди которые работают на заправочных станциях они могут немножко разрулить я в курсе того что я знаю что за нужно предлагаю там какое-то приложение смотреть где бензин по нем есть покупать там бензин и так далее тоже такую штуку знаю но я надеюсь что оно мне не пригодится и вообще всем нам и завезут бензин и не нужно будет какие-то приложения также я слышал что наличкой в основном расплачивается чтобы помимо кассы это тоже понятно с чем связано есть лимитированная цена которая установила правительство а все мы понимаем что закупка дороже чем продажа по короче в убыток никакая заправочная станция не будет работать поэтому как то вот так то что мы увидели это одно как мы на самом деле это совсем другое пока меня мне нет нужды туда заезжать поэтому детально я вам точно не могу сказать а вот те кто смотрят именно что уже заправлялись либо те люди которые отпускают дайте знать комментариях я думаю будет многим интересно узнать эту тему всем спасибо всем пока я погнал дальше у меня работа на связи жду комментарий кто не подписан обязательно подписывайтесь всем пока